Привет, с вами Антикеп и сейчас я вам расскажу о фильме Экипаж. Если кто не помнит фильм российского производства и главные роли в нем отыгрывает Данила Козловский и Владимир Машков. Актеры отличные, играют хорошо и задействованы в куче классных проектов. Что-что, а каст удачный. По большому счету можно сказать, что это ремейк советского фильма с одноименным названием. Сюжет вкратце повествует о эпизоде жизни наших героев, которые являются летчиками. Фильм можно разделить на две половины. Первая нам раскрывает персонажей, вторую же часть можно назвать такой катастрофой, которая связана непосредственно с героизмом экипажа. В принципе это не является спойлером, поэтому скажу, что Анитом выбирается из острова, на котором развергся вулкан. Ну и все катастрофические последствия этого действия в комплекте. Начинается все задорно, очень бодренько и достаточно интересно. Визуал качественный, не напрягающий, смотришь просто не отвлекаясь. В целом раскрытие персонажей достаточное для того, чтобы им сопереживать или как-то там оценивать их действия. Но не сказал бы, что они прямо раскрыты на 100%. На главных героев приятно смотреть, а также следить за их действиями. По большому счету первая половина фильма сделана для того, чтобы мы прочувствовали этих персонажей, а во второй половине фильма реально за них переживали. Эта составляющая сделана без нареканий, все так и есть. Для фильма катастрофы, которым и является это кино, графика на достаточном уровне. Избалованный глаз, конечно же, найдет там нереалистичный огонь, дешевые какие-то спецэффекты, нереалистичную физику. Но если в комплексе это все оценивать, на создание атмосферы, на реализм, на придание красочности и на графику как на атрибут фильма, то все на своих местах. Для себя я, например, провел параллель с фильмом «Волна» норвежского производства. Тоже фильм-катастрофа, тоже развитие персонажей и тоже в конце более-менее такие интересные спецэффекты. Я к тому, что фильм нужно оценивать, не сравнивая его с голливудскими какими-то супер-блокбастерами, по 150 миллионов долларов, а сравнить, например, с чем-то похожим, что снято за приблизительные деньги, например, или там приблизительными людьми. Но я думаю, вы поняли смысл. Ведь все мы знаем, что придраться можно ко всему, и это прекрасно я вам доказываю в своей рубрике на канале. Кто еще с ней не ознакомился, вот подсказочка на это все дело. Приятно наблюдать за драмой, которая разворачивается в фильме. Хорошо сделано нагнетание обстановки, какой-то саспенс, вот это ожидание. Я как зритель реально переживал за героев, я не смотрел наперед, а мне предугадывал, что будет. Но пока вы смотрите, у вас нет никаких задних мыслей, вы просто наслаждаетесь процессом. Атмосфера фильма-катастрофы просто соблюдена на отлично. Хорошо продемонстрирован там трудный выбор, какие-то моральные терзания и все такое. Вот какие-то трагические элементы. Также автор нам показал реально такие несколько душесчипательных моментов, у которых даже слезинка наворачивалась. В этих моментах и актеры хорошо выложились, и музыка хорошо подобрана, и картинка такая красочная, сочная. Ну в общем порадовали эти все вещи. Некоторые вещи даже захватывали дыхание, все выглядит очень естественно, очень живо. И конечно же есть элементы, которые смотрятся не очень хорошо. Самый пожалуй не естественный элемент, это юмор одного конкретного персонажа. Тут я соглашусь реально как бы не к месту. Можно конечно додумать, что это нервы там сдают, или просто там шок, но факт есть фактор. Как вывод можно сказать, что снято масштабно, красиво, выглядит это все недешево. В некоторых моментах реально дорого, там где какие-то элементы самолета взрываются, или еще какие-то вещи. Драма в меру. Лента определенно вызывает позитивные эмоции. Ну от просмотра конечно же, а не от того, что гибнут люди. Фильм смело рекомендую к просмотру. Ищите хорошее качество, так картинка будет еще интересней, еще красочней. Ну и конечно же детализирование. От себя могу сказать, что это новая ступень развития российского кинематографа. Кто бы что не говорил, но настолько глобальные картины, масштабные, тем более катастрофа, я честно сказать даже не припоминаю. Особенно в последние годы. В общем смотрите, думаю не пожалеете. Но главное помните, что большинство фильмов нужно смотреть под настроение. Это я для себя уже такой вывод сделал, после долгих лет ознакомления с кинематографом. От этого очень многое зависит. Не надо смотреть фильмы после того, как вы с кем-то поссорились, или вы устали сильно. Или вам например спать хочется, или вы на кого-то злитесь, или кто-то вам настроение испортил, или вы не хотите смотреть. Не надо себя пересиливать. И тогда я уверен, вы получите больше удовольствия от просмотра, чем если сделаете наоборот. В общем с вами был Антикеп. Не забывайте про подписку, лайк, комментарий, вступайте в группы в социальных сетях, а также просматривайте другие мои видео. Спасибо за внимание, увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok